Всем привет-привет! Рада вас снова видеть. Не знаю, какой отклик будет к сегодняшнему раскладу. Вообще, если честно, я по своей натуре человек, который любит выходить за рамки. Я очень не люблю какие-то ограничения правилам, хотя достаточно легко, возможно, и просто адаптируюсь в системах. Но, в общем, я такой человек, достаточно свободолюбивый по своей натуре, и всегда выбираю идти не тем путем, которым идут большинство людей. И поэтому мне всегда нравилось с детства то, что темы какие-то такие, либо вообще все то, что шокирует людей. То есть я своего рода была таким неким провокатором. И это у меня осталось и по сей день, правда, уже в меньшей степени. Не потому что мне не нравится быть провокатором, а потому что я осознаю, что в этом нет необходимости. Но вот иногда в темах у меня проскальзывает такое для того, чтобы, не знаю, показать, возможно, людям, насколько мы стереотипно мыслим. То есть задача не оскорбить чьи-либо, там, я не знаю, ценности, прошу прощения, я еще до сих пор не выздоровела, какие-то ценности, да, то есть не оскорблять нравственные какие-то моменты людей, а показать, насколько мы мыслим, ну вот, достаточно стереотипно. Так скажем, если мы хотим развиваться, первое, что мы должны сделать, это взломать свое сознание. То есть выйти за рамки того, что для нас является обыденным, то, что нам является уже привычным. За рамки наших автоматизмов. Поэтому я и выбрала такую тему, да, что люди скажут о вас на ваших похоронах. Обычно на психологических тренингах такое тоже используется, когда просят участников написать текст, либо визуализировать то, что могло бы быть над дробной доской. Суть заключается в том, вообще я не знаю, кто как из вас относится к смерти. Я, если честно, я дружу со смертью. Я ее уважаю, но при этом не подаю ей огромную такую важность и значимость. Но когда я хочу пересмотреть что-то в своей жизни, я обязательно использую смерть. То есть, как говорил Кастанеда в диалоге с Дон Хуаном, что люди настолько новинны, что считают себя, с одной стороны, бессмертными в контексте того, что у них очень много времени, и они достаточно размеренно живут, оставляют на потом то, что необходимо сделать сейчас. И вообще их отношение к жизни такое, что вся жизнь впереди. Но потом оказывается, что либо жизнь прошла как-то достаточно скоротечно, либо человек не успел что-то сделать, либо внезапно его жизнь прервалась. То есть, с точки зрения души, да, мы бесконечны. А вот с точки зрения именно человека, достаточно наивно считать, что у нас очень много времени впереди. И вот такой подход к жизни, когда, в принципе, это естественный подход. Я не знаю, с чего мы решили, что каждый день мы проснемся, и мы будем живы, и с нами ничего не случится, и мы не перейдем грань иного мира. То есть, не перейдем грань нашей жизни. То есть, для нас это как-то, знаете, само собой разумеющееся. И вот в этом является ловушка краски нашего ума в тех вещах, которые мы считаем для себя, что это вполне естественно для нас, каждое утро просыпаться и что-то делать. И вот это вот ощущение того, что у нас безграничное количество времени, и мы все успеем, и откладываем тем самым на потом. Поэтому, когда нужно принять какое-то решение, как правило, люди очень хорошо реагируют и действуют в каких-то критических моментах, когда понимают, что у них не осталось времени, либо в простонародье, когда говорят, когда петух клюнет. И вот поэтому, когда мы хотим пересмотреть что-то в своей жизни, либо принять правильное какое-то решение, мы не знаем, что сделать. Вот самое идеальное было бы, на мой взгляд, представить, что это вот ваше последнее решение в этой жизни, либо у вас вообще не осталось времени, либо оно какое-то ограниченное, там, сутки, либо, там, я не знаю, месяц. Вот как бы вы, что бы вы тогда делали, да, как бы вы изменили свою жизнь, как бы вы иначе, возможно, поступили. Такие взгляды и такие вопросы, они, на мой взгляд, достаточно положительно действуют на каждого из нас. Поэтому не смотрите на данные расклады, на данную тематику, как что-то такое, знаете, здесь срабатывают, скорее всего, у людей некие такие предубеждения, что вот, ну, нельзя, да, например, как моменты табу, да, о смерти не говорят, со смертью не шутят, либо, ну, то есть, придают слишком большую значимость. И это лишь связано с той культурой, в которой мы воспитывались. То есть, если бы мы воспитывались где-нибудь в странах Африки, да, в каких-нибудь племенах, где к смерти относятся, скорее всего, ну, на мой взгляд, с более правильной такой позицией, да, что, наоборот, когда рождается ребенок, его уплакивают, так как представляют те трудности и сложности, уроки, которые должны пройти. И когда человек умирает, они, наоборот, празднуют и радуются. По-моему, в Америке тоже, в католических церквях тоже есть такое, да, когда поют, конечно, не радуются, да, что человек умер, но поют. Тоже выражая, знаете, не момент окончания чего-либо, а, скорее всего, переход из одного состояния в другое, то есть видоизменение той формы, в которой проживал человек, да, вот с такой точки зрения относится к смерти. Если мы относимся к смерти, что это все конец и больше ничего не будет, и что потом, то, конечно же, наш мозг входит в такое состояние страха и паники, да, и он не знает, что делать. Вообще, на самом деле, я уже где-то говорила в каком-то из прямых эфиров, что мой путь в эзотерике начался с 14 лет, именно с этого вопроса о смерти. Мне, я помню, это был вечер, и меня заинтересовала вот эта вот тематика, мне показалось достаточно странным, то есть я помню, что я лежала на кровати, вот это было уже, по-моему, 12 час ночи, у меня была вот эта вот мысль, я увидела пустоту вокруг себя, ну, когда выключает свет в комнате, и я задалась вопросом, ну, как так, да, вот мы живем-живем, а потом вдруг и нас неожиданно нет. Вот что происходит с человеком? Ну, то есть мне казалось, это неестественно, меня это не пугало, я просто не, у меня в голове не укладывалось, как так вот есть, а потом нету. Ну, то есть, ну, это нереально, то есть все видоизменяется, ничто не исчезает просто так и не появляется из ничего. И именно вот эти вопросы о смерти в том возрасте заставили меня искать необходимую литературу и развиваться вот именно это то, что сподвигло меня впервые в эзотерику. Поэтому я отношусь, я вообще дружу со смертью, если честно. И поэтому я не могу сказать, что вот я прям как-то, знаете, снисходительно к ней отношусь, да, с уважением, но при этом стараюсь не придавать такое какое-то особое значение. Но и с другой стороны, она мне достаточно помогает в принятии вопросов, да, то есть я периодически пересматриваю свой путь, задаваясь вопросом, что вот если бы у меня было ограниченное время, день, месяц, неделя, что бы я сделала? И если у меня появляются вопросы, что вот надо было еще вот это, вот это, вот это сделать, я понимаю, что я что-то делаю неправильно. То есть если есть еще что-то из недоделанных дел, это говорит о том, что где-то я прокрастинирую, где-то что-то я откладываю на потом. А если ответ, что окей, да, я все нормально, все, что могла, сделала, да, то есть выжила из себя по максимуму, прожила свою жизнь по максимуму, если появляются такие ответы, это, они меня очень удовлетворяют, потому что есть вот это вот ощущение непривязанности к жизни, да, то есть иногда люди боятся уйти из жизни лишь потому, что у них есть вот это вот ощущение привязанности к кому-то, либо к чему-то, либо чувство, ощущение чего-то недоделанного. И это, как раз, и были те моменты, когда записанные, да, в практиках людей с, там, я не знаю, в литургическом сне, коме, которые на момент переходили грань, потусторонние, да, к так скажем, жизни, встречались со светом и возвращались обратно лишь по причине того, что что-то у них было недоделано, либо что-то их держало. Возможно, их личная какая-то задача, цель. И наилучший, я бы так сказала, исход каждой жизни, такой достаточно осознанный, когда ты выбираешь уходить из этой жизни, я не имею в виду суицид, а когда ты понимаешь, что все свои задачи, которые я должен был выполнить, я их сделал. То есть я взял из жизни по максимуму, да, и выполнил все абсолютно свои задачи для того, чтобы, знаете, как-то вот действительно происходил рост, если мы говорим о росте, о развитии, об эволюции. Ну вот такое вступление. Я прошу прощения, еще до сих пор не выздоровела. Я хотела сделать. Вот, и не знаю, это, скорее всего, не рекомендация. Скорее всего, это мой образ жизни и мой путь, в котором я стараюсь все больше и больше взламывать своих каких-то стереотипов личных, да, то есть относиться к вещам, с одной стороны, непредвзято, а с другой стороны, снимать важность, да, для того, чтобы обретать легкость в жизни. Не для того, чтобы жизнь моя была легкой, а для того, чтобы мое отношение к жизни, оно было непредвзятым, непривязанным, оно было намного легче. Для того, чтобы вот эту вот энергию, которую мы тратим на того, чтобы поддержать какие-то свои убеждения, какие-то свои стереотипы, для поддержания образа нашего эго, чтобы вот эту энергию направлять на что-то такое созидательное, на познание, то есть направлять в нужное русло. И если не освобождать вот эту вот энергию, да, которую мы сливаем, то в принципе, ну, развития не может быть никакого, потому что для развития нужна энергия, то есть нужно внимание. А если наше внимание уходит не на те вещи, да, давайте так скажем, да, а идут на поддержание нашего эго-образа, то развитие, оно получается лжеразвитие. Ну вот, такое было вступление, ну, с одной стороны, чтобы показать вам свою позицию, почему я выбрала именно этот расклад, да, вот, чтобы не обидеть чувства никого и, с другой стороны, возможно, заставить кого-то из вас подумать немножко под другим углом. Итак, у нас будет три позиции, расклад я не думаю, что будет большим, но как получится. Так, приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Смотрим, что люди скажут о вас на ваших похоронах. Тройка пендаклей, пятерка пендаклей, ресница, так, десятка жезлов. Знаете, такое ощущение, что буду говорить о том, что вы человек, который стремился к построению чего-то нового, да, то есть все время как-то работал, что-то изучал, вкладывался в себя, но вот как будто бы ваша жизнь, она была наполнена какими-то кризисами, какими-то трудностями, сложностями. у меня такое ощущение, что вот вы, о вас будет говорить, что вы как будто бы не от мира сего, то есть знаете, вот как-то, может быть, работаете над теми вещами, да, либо изучаете эти вещи, которые не то, чтобы давали вам благо, а наоборот, водили вас в какую-то кризисную ситуацию, но при этом вы все время к чему-то стремились, да, вот вы все время двигались вперед, то есть акцент здесь больше не на то, сколько раз вы падали, а сколько раз вы вставали, и человек, как будто бы, знаете, вот энергия от вас идет человека, который очень много на себя берет, я имею в виду обязанностей, да, либо каких-то обязательств, трудностей, то есть человек, который вот по энергетике был достаточно таким тяжеловатым, вот ощущение какой-то вот мрачности, да, то есть какой-то вот мрачный человек, мрачный не по натуре, а человек, который вот идет каким-то трудным путем, да, выбирает какие-то сложности, то есть ощущение того, что вот ваша жизнь, она была наполнена какими-то сложностями, не в плане сложности, там, я не знаю, лишился дома работы, денег, семьи и так далее, нет, не в таком плане, а именно вот путь, который вы выбирали, он всегда с наибольшими препятствиями, то есть вы, такое ощущение, что вот ваша жизнь, она все время основывается на преодолении чего-либо, ну, давайте уточнять, что вы здесь строили, ну, вот как раз-таки человек, который постоянно что-то изучает, человек, человек, который учится, учится как-то, знаете, ценить все вокруг, достаточно любознательный человек, внимательный ко всему, это одно из ваших сильных качеств, внимательности и наблюдения, что вы были наблюдательным человеком, да, что еще вы изучали, вы хотели познать, почему я говорю в прошлом, да, потому что все-таки, что вас люди скажут на похоронах, да, что вы были тем человеком, который хотел познать свою силу, да, либо раскрыть наоборот свою силу, человек, который хотел преодолеть самого себя, вот так скажу, но и при этом человек с огромным потенциалом энергетическим и с большой силой воли. Что касается проблемных каких-то ситуаций, выпадает шестерка жезла, да, здесь иногда бывает так, что вы сами себе создаете какие-то кризисы, проблемы для того, чтобы их преодолевать. Сейчас, секундочку. Вы как будто бы, знаете, как-то сами драматизируете какую-то ситуацию, может быть, накручиваете тем, что придаете как-то вот больше значимости, важности тому, чему придавать не стоит. То есть вот ваши проблемы и кризисы, они были связаны с тем, что либо вы хотели быть все время на коне, как-то, знаете, вот победителем, вот что-то кому-то доказать. И вот эта вот ваша позиция победителя, она приносила вам лишь болезненные какие-то моменты и критику. То есть вообще вот ваш путь, да, он был, сказать, вне рамок, ну, вне системы, как-то, наверное, не совсем правильно, но вот в этом направлении. То есть вы как будто бы шли все время своим путем, и вот ваш путь, он осуждался, он не принимался. У нас такое ощущение, что как будто бы вы все время создавали себе трудности, потому что не шли так, как все. Вот это ваше желание доказать самому себе что-либо, да, не знаю, у каждого это будет свое, что вы хотели себе доказать. Оно причиняло вам боль и встречалось с критикой других людей по отношению к вам. Оно имело какое-то отношение вот к вашему эго, о чем здесь речь идет. О том, что вот вы как-то хотели показать то, что вы выделяетесь, да. Здесь все время присутствовала какая-то борьба. Знаете, как человек, который вот борется с чем-то, да, вот с какой-то машиной, не знаю, с машиной, какой-нибудь государственной структурой, которая сама по себе непреодолима. То есть вы как будто бы хотели здесь, я не знаю, разрушить то, что, не знаю, какую-то систему, которая, ну, трудно было здесь. Вот прям одному человеку это было бы как будто бы не подвластно. и вы как будто бы брали на себя по аркану эгоизма, как будто бы брали на себя какую-то, я не знаю, ответственность, либо какой-то вызов, да, показать себе в первую очередь, и потом уже другим, да, что это можно каким-то образом эту систему сломать, изменить, да, то есть вот как-то на нее повлиять. И вот в этом была какая-то ваша детскость. Не в плане безответственности, а в плане вот именно вот этой какой-то вашей детской наивности верить, что ты как-то можешь сломать систему. Я сейчас говорю общими словами, вот, но вам, конечно же, в каких-то конкретных ситуациях, да, вот эта вот ваша модель поведения, она присутствует. То есть человек, который все время с чем-то борется внутри себя, человек, который все время чем-то не удовлетворен. Но опять-таки скажу, не в контексте жизни, да, то есть это не тот человек, который будет говорить, что, о, дождь идет, грязь, лякоть. То есть это не нытики. Это люди, которые, возможно, недовольны чем-то внутри себя, да, там, я не знаю, своей какой-то внешностью. Не в плане того, что вы ее не принимали или бы не принимаете, а в плане того, что можно усовершенствовать. То есть вот вы тот человек, который все время как будто бы показывал системе, как можно усовершенствовать ее, как можно сделать ее более, не знаю, человечность, что ли. То есть здесь об этом идет речь. И люди видели у вас человека, который постоянно борется. Это знаете, как наступает осень, листья падают, да, вот вы выходите, а много листьев собралось. Взяли там веник, совок, пошли, подмели, и чисто. Ветер подул, опять листья, и вы опять. И вот кто-то смотрит на вас, постоянно говорит, ну какой чудной человек, да, зачем подметать, если листья все равно падают, да, то есть, ну, можно вести себя как-то по-другому, а вы нет. То есть я хочу, чтобы было чистое, пускай это будет на какое-то мгновение, на какой-то миг, но я хочу, чтобы не было листьев, да, на дороге, да, чтобы двор был чистым. Вот что-то в таком, в таком плане. К чему вы все время стремились? К мастерству. Видите, мы начали строить эпидагли, пришли к восьмой эпидагли. Вы все время стремились усовершенствовать что-то. Вы все время стремились достичь мастерства через что? Через то, чтобы преодолеть какую-то свою лень, преодолеть какую-то свою пассивность. Вы двигались в соответствии с, состоянием вашей души, да, как-то шли не совсем рационально. Я говорю, здесь вот присутствует такое, что вы жили как-то своей жизнью, не знаю, как это сказать. Это нельзя сказать, что вы жили по сердцу, либо вы жили как-то по логике. У вас было какое-то свое определенное видение, и вы хотели завершить, да, здесь такое ощущение, что вот как будто бы цель, то, к чему вы стремились, прийти к гармонии, да, к слиянию себя, если мы говорим с духовной точки зрения, да, то есть это прийти к слиянию со своим высшим Я, то есть если мы говорим с научной точки зрения, да, то это соединить наше правое и левое полушария. Если говорим о человеческом понятии, то этот термин можно интерпретировать, как прийти к состоянию гармонии, некому такому блаженству от жизни, когда ты просто наслаждаешься и находишься в полном принятии того, что с тобой происходит, то есть какое-то такое достаточно философское понятие. Это то, к чему вы стремились и работали почти всю свою жизнь, не покладая рук, да, преодолевая любые остановки в своем развитии, да, то есть были какие-то застои, были пробуксовки, но все равно вы двигались, двигались в своем вот этом вот развитии желанию к желанию, чтобы все завершилось, и в конечном итоге вы пришли к этому состоянию. Так. Сори. А в чем была трудность? Трудность связана со стойкостью, с решительностью. Да, то есть вы были человеком таким достаточно обязательным человеком слова, который держал свое слово, обращал внимание на слово. Ну, то есть вам не нужно было подписывать какие-то документы, так как вы относитесь к категории людей, человека слова, да, то есть ваше слово – это закон, сказали, при этом ваш ум, он был очень острым, и умели видеть, не хочу сказать, истину вещей, умели докапываться до сути, то есть вскрывать те вопросы, которые приводили бы вас к первоисточнику. вот видите, прямо вот и иерофант выпал, да, здесь и королева кубков. Да, достаточно эмпатичный человек с хорошей развитой интуицией, теплой, и, ну, то есть вы действительно были тем человеком, который, вас скажут, который занимается духовностью, той духовностью, которая не совсем понятна людям. То есть это не та духовность, о которой, часто говорят, на вебинарах, на каких-то практиках, да, в соцсетях. А хочется сказать, что вы действительно занимались той духовностью, я бы так сказала, вот есть люди, которые как-то, я не знаю, там молятся на показ, вот что-то делают на показ. Вы же относитесь к той категории людей, которые то, что делают, делаете как-то интимно для себя, да, то есть так, чтобы это никто не видел, чтобы об этом никто не знал. То есть был по иерофанту какой-то ваш канал, источник, с которым вы связывались и получали необходимую для вас информацию. И при этом не было надобности об этом транслировать. То есть люди видели вас, такого, знаете, человека достаточно уважаемого, не совсем понимали вас, но при этом человека, которого уважали. Хочется сказать, знаете, вот некий такой мудрец, который не совсем понятен другим, потому что его взгляды на жизнь, его мировоззрение разнятся от общей системы. То есть вот здесь как будто бы если меня спросили задачи этого человека, да, в чем заключалась, я вам сказала, бороться даже, то есть вы всю свою жизнь как будто бы боролись против системы и в конечном итоге пришли к тем знаниям, что смысла нету бороться, то есть не во внешнем мире, а внутри себя, через взлом своих каких-то стереотипов и расширения своего сознания. То есть в конечном итоге, да, вот ближе, ну, в третьей, третьей вашей жизни, да, вот так я могу сказать, то есть вы наконец-таки к вам пришло вот это сознание, что нет смысла что-то доказывать кому-то во внешнем мире, достаточно вам самим менять себя. Не словами что-то во внешнем мире, а своими действиями, потому что ваши действия исходят из вашего образа мышления, да, поэтому меняем свое мышление. Ну, как-то так, как-то так. Это была у нас с вами первая позиция. Так, вот так скажут о вас. Так, это первая, у нас вторая позиция, красный камешек, двоечки, смотрим, что люди скажут о вас на ваших похоронах. Двойка опятаклей, рыцарь мечей, девятка кубков. Человек очень приятный, мягкий, добрый, открытый, веселый. Могу сказать, что даже весельчак, такой, знаете, но при этом человек, который любит комфорт и удобство, ну, то есть, как это сказать, метафорично скажу, такой, знаете, тепличный зверек, который не совсем приспособлен, там, я не знаю, к вьюге, к холоду, да, к каким-то природным катаклизмам, то есть, сложно выживать человеку вот в каких-то таких природных явлениях. То есть, человек, который, ну, вот не создан, есть люди, которые не созданы для суровой жизни, да, то есть, вы больше созданы для чего-то такого мягкого, приятного, и при этом человек, который мне здесь почему-то идут, знаете, такие животные, как белка, барандычок, то есть, такой, знаете, хомячок, такие пушистые мелкие животные, которые достаточно суетливые, то есть, можно сказать, что вы, с одной стороны, были человеком неуверенным, да, от вас скажут, а с другой стороны, каким-то суетливым, то есть, вы все время чем-то занимаетесь, куда-то вот бежите, что-то хотите, но при этом такие достаточно, сори, но при этом такие достаточно мягкие, и как-то, ну вот с вами приятно, отвошла приятная такая энергия, аура, вы все время хотели, что-то получит, то есть, знаете, здесь картинка идет такого маленького мальчика, который сидит на деревянной лошадке и на полном серьезе, да, раскачиваясь зад вперед, верит в то, что вот он такой, я не знаю, победитель, он сразил всех врагов, и вот он такой герой, то есть, ну, это как-то забавно смотрится, но при этом он сто процентов уверен, что он герой, да, он же всех победил, всех драконов, всех, все зло и стал победителем света, здесь какая-то такая картинка, почему у вас будут говорить о двойственности, потому что вы человек достаточно такой мягкий, да, по королю кубков, еще раз скажу, у вас такая теплая, приятная энергия, все вами комфортно, это как теплые источники воды, бывает в горах, когда, не знаю, вокруг такая холодная погода, но есть вот эти вот горячие источники, и ты забираешься в них, и тебе так хорошо, да, то есть на свежем воздухе, на холодном воздухе, но при этом, как говорится, в горячей воде, это комфортно, это приятно, а вот вы могли создавать такую вот оболочку, такую атмосферу для людей, которая очень располагала к взаимодействию с вами, а почему же все-таки считали, что вы суетливые, ну, потому что луна, да, потому что вы такой человек, который, ну, сложно, сложно было принять решение, да, потому что в силу своей эмпатичности где-то не хотели кого-то обидеть, то есть, знаете, как вода такая обтекаемая, мягкая, гибкая, которая обходит острые углы, вот, и в этом была ваша неуверенность, потому что вам хотелось не то, чтобы угодить, ну, ну, это кажется как будто бы, знаете, и один человек прав, и второй человек прав, и как выборы, да, либо вот и это хорошо, и другое хорошо, то есть, как и при выборе, сложно было выделить что-то одно, потому что ценность и значимость выбора, она была равнозначна, и сложно как-то вот определиться, то есть, видят вас, что вы блуждаете как-то, вот в лабиринте своего сознания и путаетесь, то есть, вам сложно, здесь мы видим руку, да, человека, который указывает на выход, да, здесь у нас есть выход, но вы не смотрите на выход, вы как будто бы ориентируясь на мнение других людей, а куда же вы все время бежали? Бежали к успеху, к радости, к наполненности, к эмоциям, возможно, бежали к семье, к каким-то, знаете, иллюзиям, мечтам, фантазиям, за каким-то, знаете, миражом, за каким-то призрачными моментами, то есть, какими-то бликами, здесь какой-то дымкой, то есть, что-то такое неестественное, нереальное, но при этом, видимо, только в ваших глазах, это вам всегда разбивало сердце, почему? Ну, потому что то, что вы видели, знаете, у отшельника есть такое качество, очень интересное, в отличие от Ярофанта, который напрямую берет знания от источника, да, от высших сил, отшельник приходит к каким-то своим выводам и осознаниям, когда в его жизни получается инсайт, исходя из своего собственного опыта, и разница в этих двух арканах, что один аркан мудрости, что другой аркан мудрости заключается в том, что Ярофант, он пересказывает знания Творца, а отшельник, он пересказывает свои собственные знания, и вот когда в вашей жизни происходит некий такой инсайт, что-то такое глубокое, что вас может потрясти, и появляется желание поделиться этим, стоит вам только открыть рот и начать про это говорить, либо вы говорите очень коряво, либо пока вы проговариваете вот это свое переживание, вы понимаете, что оно неинтересно другому человеку, либо вам сложно его пересказать, почему, потому что оно имеет чисто субъективное ваше переживание, поэтому аркан отшельника говорит о том, что человек погружается внутрь себя, и он переживает свои какие-то инсайты, свои какие-то осознания, озарения, чисто субъективные, которые не будут понятны другому человеку, и вот здесь возможно будут говорить о вас, вот то, что я говорила, вы бежите за чем-то таким призрачным, за некой такой дымкой, и вам разбивает это сердце, потому что вы не можете пересказать то, что вы видите, еще раз скажу, это не связано с вашим косноязычием, а это связано с вашим образом жизни, то есть люди вас не понимали, потому что они не имели те навыки и те способности, которые есть у вас, то есть допустим, я не знаю, элементарно видеть существ и как-то с ними общаться, я не знаю, фей каких-нибудь, я не знаю, единорогов или еще что-то, каких-то мифических существ, то есть для вас это как будто бы естественно, потому что у вас есть эта способность, но как столько стоит вам допустим рассказать, что знаешь, кому-то я видела единорога и он мне сказал вот это, то есть стоит вам только это проговорить, вы слышите насколько это слышится глупо, но нереально, и вот это причиняло вам боль, но при этом здесь как будто вы знаете человек, я не знаю, который например верит в драконов и он верит не потому что это какой-то миф либо какая-то сказка, а в такое ощущение, что у него есть доказательства и вот он как будто бы берет за ручку человека и говорит идем я тебе покажу и они приходят к этому весту и он говорит вот видишь дракона и человек смотрит и говорит я ничего не вижу я вижу пустое место ну как так вот же дракон и вы действительно его видите а другой человек нет и вот это стремление за тем что существует на тонком плане но в нашем материальном мире оно не видно и вот это разбивало как будто бы вам сердце ну а по поводу вашей теплоты знаете здесь как будто люди вас видят луна на повторе здесь лабиринт и здесь луна человека не от мира сего ну такого знаете чудаковатого чудаковатого но при этом что-то такое родное что-то такое приятное то что не знаю то что согревает как-то сердце имея некий такой магнетизм и проходит как будто под кожу каждого человека и начинает светить изнутри этого человека то есть это не харизма это вот какая-то магия какой-то магнетизм скорее всего вы заряжали людей как-то своим позитивом веры во что-то лучшее у меня идет здесь детская энергия такая забавная знаете когда смотришь на детей и умиляешься ну то есть ты не можешь их воспринимать всерьез что они там говорят но при этом это так достаточно забавно и ты принимаешь детей такими какими они есть то есть ты не насмехаешься над ними а наоборот как будто вы им подыгрываешь то есть вот что я сказала с мальчиком который сидит на этой деревянной лошади и воюет с этими драконами. То есть взрослый, который смотрит на это, улыбается, и как-то ему подыгрывает и говорит, да, да, это драконы, вперед, и все такое. То есть он его не осуждает, и это приводит в какое-то такое, знаете, очень приятное состояние, когда человек, возможно, вспоминает, что он тоже был когда-то маленьким ребенком, да, и как-то позволяет себе как-то раскрепоститься тоже, да, может быть, подыграть этому ребенку, может быть, наоборот, вместе с ним как-то поверить в его мечту. То есть вы как будто бы даете шанс соприкоснуться к чему-то такому нереальному мифическому. Но вот с этой стороны не то чтобы вас осуждают, да, вот прям категорично, ты с ума сошел, тебя надо всю кушку закрыть, нет. А через вот это вот подыгрывание, да, может быть, не напрямую, а как-то косвенно человек внутри себя, он тоже понимает, что вот какая-то доля истины есть в том, что вы говорите, но признать это в открытое я не могу, поэтому я вот как будто бы тебе подыгрываю. Ну, не видели вас человека позитивного, который смотрит в будущее, вот, и опять двойка жезлов, да, двойка педагли, двойка жезлов, человек, которому сложно было сделать выбор. Вы как будто бы и не понимали, зачем вообще что-то выбирать. Вот как-то так двоечки об этом будут говорить о вашей жизни. Так, вторая, мы переходим к последней позиции, номер три, троечки. Что люди скажут о вас на ваших похоронах? Аркан умеренности. Туз жезлов. Человек, который жил на земле и смотрел в облака, либо человек, который жил на облаках и смотрел на землю. То есть вы, как вот этот, знаете, как двуликий ян, хочется сказать, да, с одной стороны, человек, который как будто бы, знаете, всё время искал баланс между чем-то таким возвышенным и приземлённым, между духовным и материальным. То есть человек, который как бы не стремился к чему-то такому возвышенному, в конечном итоге материальное превалировало в его жизни в силу того, что он как-то более реалистично, что ли, смотрел на жизнь. И как бы ему не хотелось видеть вот что-то такое возвышенное, духовное, но всё равно материальное и что-то такое физическое, осязаемое, то, что можно было пощупать либо измерить, оно всегда превалировало, как будто в вашей жизни выигрывало. Человек, полный индей, амбиции, достаточно огненный такой страстный, сексуальный человек, который, как интересно, да, это тоже аркан умеренности, только здесь аркан умеренности через добродетель, а здесь классическом формате. Человек, который должен бы найти какую-то свою золотую середину, что ли. То есть человек, который всё время как будто бы, не могу сказать, что вы боролись с противоположностями, вы как будто бы стремились соединить эти две противоположности, да, воду и огонь. То есть страсть к жизни и любовь, мягкость, эмоции, состояние, проживание. И при этом через аркан суда, через бесконечное какое-то перерождение, через переоценку глубокую ценности. То есть здесь человек как будто бы стремился к новому началу, но хотел всё время как-то сбалансировать, да, вот эти вот две противоположности. Причём здесь вот как будто бы всё время про одно говорится. Ну давайте посмотрим, разберём, о чём здесь речь идёт. О чём нам здесь говорит аркан первой умеренности. Смотрите, великий аркан выпадает на вас, да. Аркан изобилия, да, то есть вы хотели, вы желали этого изобилия. Причём, знаете, вот если взять по отдельности, как будто изобилие материальное, ну вам понятно, вы знали и знаете, как можно заработать, получить эти деньги. С другой стороны, по отдельности, да, если мы говорим о духовном изобилии, состоянии души, это вам тоже понятно. Ну как это соединить? Как сделать так, чтобы вот эти вот две противоположности, они как будто бы были взаимодополняющими, то есть они были, ну как-то их объединить. То есть вот ваше стремление всё время в единение было, да, но вы постоянно были как-то разрознены. То есть такое ощущение, что чем больше у вас появлялось вот это вот то чувство, что вот сейчас я приду к соединению, сейчас я приду к объединению, всё больше вас это отталкивали. Какой-то такой, знаете, млечный путь, к которому вы стремитесь, и чем ближе вы приближаетесь к нему, тем дальше он от вас отдаляется. Какая-то такая картинка идёт абстрактная, что вот вы бежите за каким-то миражом. Хорошо, что касательно ваших амбиций и идей, то вы человек были такой достаточно взрывной, внутри все великие арканы. Взрывной человек, который действительно взламывал своё сознание, чужое сознание, да, возможно, человек, который помогал другим в перерождении, в каких-то трансформациях, каких-то переменах, да, может быть, это в силу вашей какой-то профессии, да, либо рода, деятельности, либо это в силу вашего характера как-то обновление. Но обновление не с помощью, естественно, в завершении чего-то, да, а именно каким-то насильственным путём, что-то такое внезапное, что-то такое разрушающее, что-то такое достаточно воинственное, да, вот как будто бы вынужденное, то есть вы такой человек либо в своей жизни это создаёте, либо в чужой жизни. То есть если это в своей, то о вас могут говорить о том, что вот вы человек, который находится всё время на какой-то пороховой бочке, то есть всё время что-то в вашей жизни происходит, что-то такое неожиданное, что заставляет вас разрушать и создавать что-то новое, разрушать и что-то новое создавать. Может быть, здесь ещё даже и переезды есть. По поводу переоценки ценностей, да, это вот как будто бы как-то связано что-то с прошлым, что с этим прошлым. У меня такое чувство, что вы как будто бы убегаете всё время от какого-то своего прошлого убегали. Может быть, убегали от своей какой-то семьи, да, от каких-то своих предков, от каких-то своих традиций. И в конечном итоге вы как будто бы приходите к пониманию того, что чем больше вы от этого бежите, тем больше вы на это становитесь похожим. То есть, допустим, если вы как-то старались убежать, я не знаю, от своей мамы, да, к примеру, да, либо от своей семьи, в которых есть какие-то определённые ритуалы, либо какие-то традиции, то в конечном итоге вы создавали нечто аналогичное в своей жизни, только вы на это не обращали внимания. Здесь какой-то бег бесконечный, сори, либо за чем-то, либо от чего-то. Вот эти вот арканы умеренности, да, оба, они короткие говорят о том, что как-то крайности, да, здесь очень много крайностей. Да, вот видите, стремление, аркан вселенной, здесь шут, здесь аркан вселенной, то есть начало и конец ощущения. Вот аркан умеренности, он тоже же говорит о соединении, да, внутри себя двух сил. И аркан умеренности, да, здесь он как раз-таки говорит о том, о слиянии вот этих вот двух сил, к которому вы стремились, но при чем вы стремились, то, что я говорю, вы как будто бы убегаете, да, от этих традиций, от семьи, либо от родителей, от предков, да, вот что-то, что-то, что-то связанное, либо от прошлого, что-то, что есть в этом прошлом. Но в конечном итоге, для того, чтобы вы пришли к этому слиянию, вам нужно не убегать, а наоборот развернуться и соприкоснуться с этим. То есть вот здесь вот хитрость, возможно, была связана с тем, что, да, с одной стороны, я хочу вот этого слияния, а с другой стороны, вся моя жизнь, она направлена на то, чтобы убежать от этого. То есть, например, я хочу семьи, но при этом, я не знаю, я собственник бизнеса, да, я создаю там какие-то свои бесконечные проекты, у меня нет времени на личную жизнь. То есть, как я создам семью, но при этом я ее хочу, да, но мой образ жизни, он показывает то, что я никак не могу это сделать. То есть здесь и в таком формате. Ну вот, смотрите, как хорошо, да, аркан умеренности как раз-таки говорит о слиянии, о соединении, да, двойка кубков. Что вы здесь хотели объединить? Семерка пендакли, еще одна двойка кубков. Не знаю, какой-то тандем, партнерство, возможно. А может быть, внутри себя. Аркан смерти, да, пройти трансформацию и прийти к королеве пендакли. Магу. То есть умение управлять своей жизнью, я бы так сказала, в материальном плане. То есть здесь такое ощущение, что были разные фазы, да, то есть фазы, когда вы только увлекались духовным, либо были какие-то фазы, когда вы только увлекались материальным. Но в конечном итоге, вот как я здесь и сказала, да, что доминирование было все-таки материального плана, да. Вы как будто бы для себя поняли, что я не могу найти вот это вот связующее звено и соединить вот это вот духовное и материальное вместе. Поэтому я выбираю все-таки управлять больше материальным планом. Да, я вот как будто бы двигаюсь вперед, но при этом с оглядкой на прошлое. Но при желании как-то развиваться, да. Здесь так интересно, вот я говорю, знаете, вот любые выражения, фразы там назад, в будущее, да, вот то, что имеет некую такую противоположность, это вот прям ваши девизы по жизни. Вот так вот вас видят люди. Человек, который все время стремился к объединению, к единению, к монаде, но при этом всю свою осознанную жизнь жил в диаде, да, то есть в разделении. И причем не просто в разделении, а именно и в крайностях, да. То есть вы можете посмотреть, оглядываясь на свою жизнь, да, либо у вас была какая-то вот очень бурный какой-то этап своей жизни, прям очень яркий, наполненный, насыщенный, и потом его противоположность, полная там лень, не знаю, прокрастинация, то есть жалость к себе, а потом опять какая-то активность. То есть вот как будто бы вот всю жизнь человеку не удавалось как-то успокоиться внутри себя, прийти к миру, внутри себя, да, к слиянию вот этих двух сил. Вот такая у меня была для вас и третья позиция, и расклад. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, я вас не очень напугала. Но есть над чем подумать. Прощаюсь с вами всем. Пока-пока.